Добрый вечер! Вы смотрите программу «Без посредников» и я ее ведущий Денис Базанков. Сегодня у нас в студии депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Добрый вечер! Здравствуйте! Ну что ж, я думаю, поблагодарим в очередной раз наших телезрителей за вопросы, за то, что смотрят, за то, что комментируют в интернете. Кстати, комментарии, я надеюсь, что вы так же, как и я, относитесь к ним спокойно. Бывают разные. Бывают и положительные, и негативные. Ну что делать? Сколько людей, столько и мнений. Поэтому уж не обессудьте, мы все-таки стараемся быть более объективными, конечно же, в наших программах. Ну что ж, прошла неделя очередная нашей жизни, тем, как говорится, меньше не становится. У нас тем более осень, можно сказать, новый сезон в нашей телевизионной жизни, да и вообще вернулись с отпусков с новыми силами в работе, соответственно, и обсудить есть что. Одна из тем, которая интересует наших телезрителей и нас, в том числе, журналистов, это то, что в нашей республике появится уполномоченный по защите прав предпринимателей. На федеральном уровне такой человек уже появился, зовут его Борис Титов, но теперь у нас в регионах должны такие же товарищи появиться. Дмитрий Эдуардович, что это, на Ваш взгляд, зачем это надо? У нас есть уполномоченный по защите прав человека, уполномоченный по защите прав ребенка, теперь уполномоченный по защите прав предпринимателей, скоро еще уполномоченный по защите прав дворников появится и так далее, и так далее. У меня уже такое ощущение. Я думаю, такой момент, что защита предпринимателей здесь не очень актуальна. Здесь, наверное, просто обратная связь с президентом и с правительством. То есть наш уполномоченный может свое видение донести до уполномоченного по всей нашей Российской Федерации, а у этого есть прямой вход к президенту и к премьеру. То есть ведь все равно, как ни смотри, и президент, и премьер удалены от реальной жизни. Это население проехали, значит, на машине не останавливаясь, или на самолете пролетели. А что там внутри, очень сложно. Ведь часто и всякую лапшу докладывают, и успехи, как у нас даже было принято. То ли в два раза, то ли в три перевыполнили жилья, то ли в 50%. А это плюс-минус трамвайная остановка, никто это не меряет. А вот здесь все-таки через этого представителя будет какая-то обратная связь на те законы, на те решения, которые по стратегии были приняты, и как это отражается на населении, на предпринимателей. Потому что непосредственно, если брать нашу Карелию, обратная связь предпринимателей не нужна, потому что все ее и так имеют. Ну что у нас и крупное предприятие, так и губернатор, если это мэр в городе, то он контактирует. И есть возможность у предпринимателей и с администрацией общаться, и с правительством. Все мы тут друг друга знаем. Так же, как в любой деревне, сделай по защите предпринимательства. А там один фермер и один глава района. Зачем они так знают вместе и отдыхают, и нет смысла. Поэтому большого смысла здесь нет. А вот именно, чтобы все-таки последствия решений на местном уровне донести в Москву, это важно. Но одна из, конечно же, функций уполномоченного, насколько я понимаю, защита в том же суде каких-то интересов предпринимателей, так? Ну, все равно это обобщено. Должно быть обобщено. Это не индивидуально. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Есть, конечно, серьезные моменты стратегические, политические на уровне, я говорю, Российской Федерации, когда крупные, огромные холдинги, вот там, может быть, какая-то защита нужна, когда рейдерство. А здесь у нас тихая гавань, что там защищать? Есть адвокаты, не обязательно уровень федерального чиновника. Ну, как один из вариантов все-таки, да? Ну, какой-то защитный раз защищать должен право. Потому что у нас тоже предприниматели, чем ниже уровень предпринимателей, тем абсурднее у них претензии. Вот что вот, и вчера обсуждали, там, значит, возникают вопросы, там, почему один ларек можно, а мне нельзя, а сам дурак, это вот из серии такой, что, ну, не уровень даже администрации города. Потому что, ну, мелкие вопросы, при чем здесь, значит, защита предпринимательства? Тут надо объективно подходить вещи. Но сам факт, что такие у нас появляются уполномоченные, говорит о том, что, значит, не все хорошо в нашей системе. Значит, есть действительно серьезные проблемы, которые нужно, необходимо решать, да? Раньше, значит, если на них, как-то, видимо, закрывали глаза, то сейчас уже накипело до воли. Да нет, и если бы был благоприятный инвестиционный климат, тогда есть проблемы. А у нас неблагоприятные, и этот представитель ничего не решит. У нас общие проблемы. Что, королевы Англии очередная появляется по большому счету? Ну, не королевы Англии. Для связи только с федеральными. Да, а это тоже важно, хотя бы это. Ведь, я говорю, куча законов принимается и спускаются на уровень региона и муниципалитетов, а их выполнить невозможно, потому что люди принимающие давно работают в правительстве, и они уже на землю даже не вступали, они не знают, что такое земля-то. Давайте от глобальных проблем нашего общества современного российского перейдем к глобальным проблемам Петрозаводским. Вещь зашла у нас недавно в средствах массовой информации о том, что у нас может появиться стационарный мост в Соломино. Цена вопроса сейчас озвучивается что-то там 200 миллионов рублей, но это, естественно, она не окончательная, я думаю, что все это гораздо дороже выйдет. Но в чем преимущество? Если появится стационарный мост, то мы можем развивать территорию под индивидуальное жилищное строительство или иное, район Зимника и что там рядом, Бараний берег. Плюсы-минусы, ваша точка зрения, реально ли это? Большие плюсы, и, конечно, это развитие вот этой территории, которая у нас заброшена. Ведь это мы уже не в первобытном общинном строе живем. На пароме, который, значит, может то затонуть, то его качает, то трясет. Ну, что это такое-то? Это же все несерьезно. Вот только пиво... Ну, столько лет он стоит, столько лет мы говорим об этой проблеме. И только сейчас у нас, Николай Иванович, ну, слава богу, что хоть сейчас, да? Лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Не, ну, был же долгий период, значит, последствий социализма, когда не было ни средств, ни доходило. А если вот до развития территории дошло, значит, это здорово. Это необходимо, и вот петрозаводство, может быть, и надо в ту сторону развивать, потому что если уходить дальше от озера, так все равно это менее комфортно. А вот вся прибрежная часть – это комфортная территория для проживания во всем мире, во всех городах центральное, и самое дорогое, и престижное, и жилье, и здание всегда на берегу. У воды. Поэтому развитие этого направления очень важно. Ну, кстати, большой... Только надо туда электроэнергию, кроме, значит, одного моста. Вот, началась коммуникация, так, инфраструктура. Только сейчас буквально сделали там дорогу. Не асфальт, конечно, по-моему, положили 6 километров. Ну, это и туда просто раздравняли. Молодцы. Нет, ну, сколько лет жители-то бились. Вот, что самое главное-то. Ну, хорошо, услышала сейчас администрация, сделали. После моста надо будет и дороги там делать, проектировать, и коммуникации. Да, коммуникации все равно надо проектировать. Хоть на Древлянке мы уходим там в лес дальше и дальше. Хоть туда тянуть, хоть сюда. Но здесь-то все равно благоприятная, значит, зона для развития. Ну, на ваш взгляд, этот мост может появиться в ближайшее время? Или все-таки это такой долгосрочный проект? У нас с вами надо определить, в ближайшее время 15 лет или 25. Нет, вот, мы заговорили с вами. Мы же с вами говорили. Параметры надо ввести сначала. Долгие деньги как-то в одной из программ мы говорили. Для вас это, ну, длинные, как я называю, да, 5 лет там, да? По моим подсчетам это 10-15. В этой снаре. Значит, соответственно, ну, здесь, ну, ближайший год, два, три. Нет, при бешеной скорости 10 лет. Ну, это же, во-первых, не только мост, значит, подъезд к мосту, по всем требованиям. Ну, соответственно, он должен быть у нас развязкой дорожной. Развязкой дорожной еще этот мост. Ну, если развязной, да не, тоже можно это уже, наверное. Если развязной, там минимальная база, чтобы проходили под ним. А развязной это сложный механизм. И разводить дороже, чем, значит, не пускать вообще никаких туда судов. Ну, правильно. Ну, Николай Иванович, ты же сразу сказал, что нам нужно плюс республиканские, федеральные деньги подожгутся, да? Мы гоголевские-то не можем отремонтировать, а что, чтобы говорить, новые, это кардинально строят. Нет, ну, все равно надо планировать. Мы должны понимать, что, начиная сегодня, мы делаем за дел или последующий, значит, период мертвого данного. Да, а как? Так, а проект, вы представляете, что такое проект? Сроки исполнения, денег даже на проект нету, сроки исполнения проекта, потом все это надо согласовать, это уже совсем серьезное, значит, гидротехническое сооружение. И у нас здесь саммита нету, когда миллиарды идут. Но если не проектировать, так и этого не будет. Ну, кстати, Гра, хорошая идея, почему бы нам здесь саммит не провести? А проектировать надо не только мост, а всю дальше инфраструктуру. Двигаться дальше-то куда? Ну, переехали мост и пошли, значит, в сапогах болотных, что ли, по берегу? Тоже ведь так нельзя. Значит, соответственно, куда этот поток пойдет, там много чего, нюансов. Поэтому 10 лет это, так я сказал, что и двигаясь с бешеной скоростью. Ну да, потом у нас... А так нормально надо будет? Нет, ну нормально-то нормально, конечно. Естественно, потом нужно будет уже думать, а почему бы нам не возобновить, скажем так, с графиком учащенным движение водного транспорта на Баранье, Зимний берег, как раньше это было. Да? Ну вот это можно фантазировать. Ну, тем не менее, хорошо, есть такая идея, будем надеяться, что она у нас реализуется, и не в ближайшие 10 лет, я надеюсь, что раньше. К другой теме, Дмитрий Эдуардович, хотелось бы у вас узнать. У нас в Петрозаводске недавно поддержали малый-средний бизнес субсидиями. Всего миллион четыреста, по-моему, было выделено, и около десяти человек получили эти субсидии. На ваш взгляд, сумма когда-нибудь увеличится? Вот этих вот субсидий. Потому что, если так посчитать, то, ну, кто-то получил сто тысяч, кто-то поменьше, кто-то, может быть, побольше. Всего десять человек. Деньги, скажем так, в наши дни для бизнеса, какой бы он там малый, не было, не великий. Да, вот, как комар там, слона пинали, я два раза пнул. Комары там слона пинали, я два раза пнул. Вот из этой серии. Ну, какой, ну, что вы? Нет, я-то у вас и спрашиваю, когда-нибудь вот эта общая сумма, может быть, миллион четыреста увеличена? Это серьезная, большая программа, и если доля предпринимателей, да, образно возьмем, из тысячи предпринимателей мы поддержали десятерых, так можно не поддерживать. Это, значит, уровень погрешности бесконечно малая величина, стремящаяся к нулю. Поэтому, значит, быстрее она будет стремиться к нулю или медленнее, это не важно. Важно, что она не выходит за грамки нашей погрешности при расчетах. Поэтому реально, конечно, это хорошо, что хоть кому-то повезло и какое-то там доброе дело, но не начиная это, так мы и к большим цифрам не придем, потому что сразу освоить большие суммы на помощь предпринимателям, это же надо время. А тут пока, значит, полигон для обкатки, выдали трем, потом, как жильем, у нас очередь 10 тысяч, мы вот расселили, 25 лет не расселяли, потом вдруг чего-то расселили, уже хорошо, значит, хотя бы модель отработать, значит, можно расселять. Также здесь можно и предпринимателям помогать, попробовали, получается. И в ближайшие, значит, годы после строительства моста мы можем, наверное, больше помогать предпринимателям. Когда построим мост, все будет в порядке. Ну, сегодня у нас позитивные такие новости, информация. Ну, что ж, я буду все-таки верить в то, что у нас и здесь сумма когда-нибудь увеличится, а может быть не 10 человек отбирать уже, а трех действительно, и сумма уже повесомее будет. Но тут вариантов много, да? Все равно обиженных будет масса. Кто-то же не попал из тысячи в эту программу. С другой стороны, кто-то с сувенирами занимается, а у кого-то автосервиса там 100 тысяч на полподъемника хватит. Да и то, я думаю, не хватит на половинку. Ну что ж, благодарю за то, что вы пришли к нам в студию. Напоминаю, вы смотрели программу «Без посредников». Сегодня у нас в гостях был депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Ну а провел эту программу я, Денис Базанков. Увидимся на телеканале ТНТ «Онега». До свидания. Всего доброго.